друзья здравствуйте и у нас новый выпуск нашего анти-шоу и как всегда у нас фантастический честный интеллектуальный гость михаил чеплыга михаил привет приветствую дружище с тобой это моя заслуга это моя роль вводить михаила в рамки структурного анализа вводить его и искренность и потенциал интеллектуальные возможности я хочу михаил чтобы мы с тобой сегодня поговорили о серьезной теме потому что вот мы в нашей стране бесконечные годы уже спорим о мире и войне о президентах парламентах правительствах о языках религиях писателях истории и мы мне кажется знаешь напоминаем часто вот этих слепцов которые пытаются через ощущение поймать слона то есть как бы и они его с разных сторон подошли к этому слону и начинают его трогать трогать один говорит что это похоже на змею ухватив его за хобот другой взял за ногу говорит нет это дерево не развивай эту мысль я даже знаю знаю за что ухватил это я и рассказываю всем ты это рассказываешь тоже всем прекрасно а не будем завершать эту мысль потому что и все это приводит к разным трактовкам одного и того же самого процесса возможно настало время описать всего слона и поэтому хочу поговорить с тобой сегодня о том какой должна быть украина давай попробуем нарисовать вот всю картину весь этот панно все пейзаж знаешь как как в писатели ренессанса они вот умели нарисовать всю картину на одном холсте попробуй нарисовать эту всю картину чтобы те люди которые держат хобот ноги или что-то другое может быть чуть-чуть посмотрели на эту ситуацию с другой стороны и поняли что все все мы на самом деле танцуем вокруг вокруг одного и тоже того же слона вокруг одной и той же фигуры но я усложню тебе эту задачу чтобы я не было это так просто я сразу сразу скажу друзьям что мы не договаривались не о вопросе то есть тему я приблизительно писал не этих вопросов которые я буду ставить как я усложню и разделю эту задачу немножечко и расслою этот вопрос как ты думаешь какой должна быть украина с точки зрения запада как они видят это панно как видит украину россия и как конечно потом уже видит украину михаил чеплыга при этом предлагаю чтобы структурировать этот диалог прокрустого ложа никто отсюда не выносила но то стоит стоит вот так громыхает буквально давай поговорим о том поговорим о каким должно быть государственное устройство какой какой должна быть форма правления какие должны у кого должны быть деньги кто должен контролировать деньги в этом обществе какая должна быть социальная система ну и какое должно быть геополитическое место этой страны какая ее роль этом геополитическом организме ей отведена с точки зрения вот всех этих трех больших партий партии михаила чеплыга ведущий партии россии и партии запада давай начнем наверное с партии запада как нас видит запад с точки зрения его кем мы должны быть хорошо я скажу тяжелые вещи точки зрения запада который меня взрастил который считал меня своим которому я благодарен за то что они многому обучили к сожалению украину если мы говорим об элитах я не буду говорить о народе народы они везде одинаковые и они зла никому не желают если бы на уровне людей разницы между нами словаками венграми болгарами нет все звали бы друг друга в гости любили но к сожалению элиты они всегда иные я буду говорить о том как видят нас элиты которые не имеют отношения к этому всему сожалению украину элиты видят как поле окорбления мы очень богаты мы очень богаты украина богата была теперь это богатство принадлежит не нам она была очень богата мозгами людьми людским капиталом значит такой людской капитал вот богатство богатство людского капитала строилась на постсоветском образовании на советском образовании это все уже разрушено но когда-то она была и европа получила лучше из того что был образование это самое дорогое ну если не сравнивать с медициной самое дорогое что существует в мире вложить деньги в образованного человека ну давай тебе приведу простой пример словаки может быть кому-то это будет полезно знать словаки очень хорошие люди к сожалению мне кажется я потерял я потерял малого в плане он пишет с ошибками по-украински он словак он выигрывает олимпиады это младший свой младший сын да сколько ему уже двенадцать вот уже двенадцать он он легко говорит на словацком английском польский понимает русский украинский то есть ему уже он по-другому он словак он он украинская школа это уже просто то что мы его принуждаем еще раз выигрывает олимпиады здесь он зам председателя класса он уже здесь я не представляю себе его в украинской школе принципе и таких таких много почти все украинцы талантливы пусть это прозвучит слишком самоуверенно или самонадеяно но все украинцы очень талантливы генетически может быть это из-за смесения смешения крови или чего-то еще но но так есть из-за не только из-за войны я скажу болезненную из-за внутренней тупорылой политики власти мы начали терять наших детей как внутри страны до войны так и во время войны мы начали выпихивать просто выпихивать мы начали сражаться за деньги которые запад давал на этих детей на тех кто выехал и так далее вместо того чтобы сражаться за детей а сражаться за детей можно только через битву за родителей но не в плане превратить этих родителей в рабов загнав обратно какими-то законами о мобилизации чем-то еще расстрелами по поводу выезда как в ссср и за умы родители нужно бороться по-другому но к сожалению так вот смотри глобально тот ресурс который был мы отдали уже второй ресурс который есть у украины это ее недра но для того чтобы эти недра стали ценными необходимо что необходимо логистика и тут мы упираемся ну то есть первое мы потеряли это реформа образования как мы ее назвали реформы дети в кедах второе то что произошло это реформы называемая корп паразитация паразиты корп паразитация смотри в любой стране мира железная дорога играет роль связующего звена материя которая связует страну вместе то есть если если в каком-то райцентре или в селе есть полустанок это место работы это связь большим миром это это целая инфраструктура я понимаю я я я родился на таком полустанке это полустанок это вселенная если ты говоришь что это убыточно конечно убыточно конечно дойче бан убыточен но никому не приходит в голову него разобрать на запчасть и только в украине додумались под видом кейпи разбирать рельсы по разбирать попродавайте полустанки понимаешь и многое другое когда там начали ну я ж не буду там предприятия когда были там предприятия у них была социальная сфера и все это начали разбирать ну то есть все мы уничтожили а теперь внимание когда мы говорим о недрах конечно же нужны что нужны тяжелые тяжелые локомотивы которые смогут тягать тяжелые грузы и нужно две-три рельсовых ветки которые будут это вывозить зачем остальное остальное убыток она не приносит прибыль а если у нас кейпи ай то получается нужно все разобрать на металлолом на рельсы все попилить на квадратные метры оставить две-три ветки коридоров транспортных по которым это будет вывозиться и мы убьем страну то же самое могу тебе сказать про медицину я тебе могу сказать про госуправление в котором больше не нужно госуправление это искусство искусство это как воин которого нужно несколько лет теоретически готовить у которой должна быть практика который должен пройти боевые действия только через два-три года этот воин станет воином они мобилизации которые за 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 два дня он уже на нуле понимаешь вот точно так же и во всех сферах медицине в образовании и и в госуправлении где ты видел государственного управленца без профильного образования для того чтобы получить профильное образование государственное управление тебе нужно иметь базовое образование нужно быть специалистом какой-то сфере а потом получить второе а после этого получить опыт хотя бы пять десять лет а у нас вундеркинды оказывается в 20 лет становятся госуправленцами великими, понимаешь? И что, как видит нас Запад? Очень просто, деконструкция. Запад нас видит просто полем окормления. Отсюда надо забрать все, что есть, то есть высосать самое ценное демографический ресурс, образованный, настоящий образованный демографический ресурс, трудовой ресурс, который, кстати, тоже образован. В отличие от образования в Европе и так далее, у нас многие слесари и сантехники имеют высшее образование. То есть кругозор. Я же не говорю, что высшее образование делает тебя каким-то там профессором или чем-то еще. Нет. Как говорил мой папа, диплом о высшем образовании свидетельствует о том, что ты просто прошел, ну то есть тебе выдвинули ряд условий, ты смог эти условия выполнить. Все. Больше ни о чем. То есть у тебя есть какая-то усидчивость, что-то ты там добился, значит, ну и прошел это все. А теперь теперь на той или иной работе ты должен будешь показать свои знания, умения и опытом и временем достигать цели и задачи. Так вот о Словакии вернусь, о чем я говорю. Значит, мой малой ходит в школу, значит, он ее на определенном этапе закончит. А дальше у них через там, по-моему, 9 лет, по-моему, 9 лет школы, значит, дальше у них наступает что? Дальше у них идет, я даже не знаю, как это назвать, гимназия или как-то так. И там, а там бывают классы, в котором одному ребенку 15 лет, другому ребенку 17, другому еще сколько-то. То есть, ну, в общем, еще 5 лет они будут там. А потом, если останется наткнение, этот ребенок может пойти в высшее учебное заведение, но не пойдет. Основная масса людей не идут в высшее учебное заведение. И у них, даже на этих карточках и везде, если ты инженер, пишут инг, если ты магистр, пишут МГР, а если ты там доктор, пишут доктор, да? То есть, у них даже на ID-карточках, это, то есть, человек, который получил высшее образование, это как штемпсель на лбу, что это просто уникум какой-то. И в этих ID-карточках пишется твой статус. Понимаешь? У нас не так. У нас это вообще считалось базовым. Ну, то есть, все. Любая кухарка могла получить диплом высшего образования при желании. Понимаешь? А здесь это настолько редко, что это... А кухарка с деньгами и докторскую... Четыре доктора, да. Сдать спокойно, да. Да. Ты знаешь, я недавно увидел в Ютубе одного адвоката, который оказывается доктор наук в 30 с чем-то лет. Понимаешь? Закончим дистанционно академию прокуратуры, по-моему. Ну, бывает. Михаил, смотри, я хочу вернуться к структурности. Да, давай. Я тебе скажу очень интересную вещь, полезную для наших зрителей. Так вот, ребенок из Украины, благодаря тем соглашениям о признании взаимным там дипломом и еще там ряд... Есть куча законодательных норм. Получается, ребенок из Украины, который заканчивает обычную школу в Украине 11 классов, он может поступить в словацкий вуз бесплатно, но платить будет за... Он должен знать язык, конечно, но это не так сложно. И он может, в отличие от словака, он больше шансов имеет, чем словак. Потому что словак после школы пойдет в гимназию, а не в вуз, и не может по-другому. А украинец после украинской школы с украинским... Ну, с украинским аттестатом школы может пойти в словацкий вуз. Понял? Бесплатно. И мы будем иметь... Ну, таким образом идет переток мозгов. Идет переток мозгов из Украины, переток мозгов в Словакию, в Европу и так далее. Трудовые ресурсы так забираются. И Европа видит нас просто как некую нашу, к сожалению, элиты европейские, видит нас как некую территорию, где самых умных и толковых нужно забрать, интегрировать, чтобы они служили империи. Ну, как это было в Османской империи и так далее, когда забирали самых опытных и давали им возможность управлять. И тогда территории, откуда были эти люди собраны, овладевались теми, кто родился на этих территориях, но уже в имени новой империи. Понимаешь? Вот точно так же происходит сейчас. И когда мы говорим, как нас видят, нас видят, к сожалению, разделенные. Знаешь почему? Потому что масштабы Европейского Союза и стран Европы, ну, то есть каждый видит в своем масштабе. Для того, чтобы видеть Украину большой, развитой, даже пусть неравной, но частью, необходимо, чтобы масштаб твоей головы от рождения был равен масштабу Украины. А такого не существует. И поэтому их генетически, генетически они дробят Украину в своей голове на нечто меньшее, которое они способны осознать. Ты что думаешь, русские не чувствуют это? У русских масштаб побольше, чем у нас. И они это чувствуют. И они играют на это. И они находят понимание в Европе, что отдавайте Украина, которая стала яблоком раздора, единственный вариант, который сделает так, чтобы это не было яблоком раздора, разделить ее на группы, на части, на то, что вы можете переварить. Мы заберем себе то, что мы можем переварить, а вы возьмете себе еще меньшие дольки, потому что мы больше, мы возьмем большую часть, целую, а вы меньше, вы возьмете там пять долек разделите. Понимаешь? Вот ответы. Как нас видит Россия и как нас видит Европа? И где совпадение? И как это трагично для нас? И когда ты мне спросил, что бы могло бы быть, я тебе скажу словами моего друга Жени Шевченко, я с ним долго спорил, но в конце концов согласился. Он сказал, что идеология, которая должна быть в Украине, это идеология самостийництва. Я тут же начал гуглить, пока мы с ним по телефону говорили. Я нашел, оказывается, есть такое самостийное Украина, это идеология, брошюра идеологии 1900 года первой украинской политической партии, революционной партии, кстати. И эта идеология Украины была базовая, изначально, самостийництво, то есть не там, не там, за себя. Знаешь, как я когда-то говорил, все против всех, родился против всех. Я говорю, а давайте родиться первой за себя. Так вот, идеология вот этого первого за себя, да, то есть вот самостийництво, это, наверное, то, что могло бы спасти Украину в том виде, в котором она выйдет из войны. В темографическом, экономическом, географическом и других пониманиях. Вот, как я это вижу. Михаил, я с тобой согласен, более того, скажу тебе, что я чувствую даже это на своей семье. Моему сыну тоже 12, и я уже, как отец, получил предложение одного из ведущих мировых университетов, чтобы он учился там в 12 лет. И, ну, официально мне предложено, чтобы готовить сына к этому университету, потому что они видят в нем потенциал, они видят в нем какую-то свои цели и, возможно, полезность от этого человека, талантливого, этого ребенка в будущем. да. Дай Бог ему благ, но я тебе хочу сказать одну вещь. Если он захочет, конечно, я не буду настаивать, и у меня хватает предложений за границей, работать за границей. Я сейчас сижу в Киеве, мы пишем это интервью из Киева, как бы, но я могу сидеть фактически еще в десятки городов в мире и заниматься чем-то таким похожим. Смотри, мой друг, я всегда возвращался. Я отучился на всех лучших стипендиях, ну, то есть, меня там по-разному, скажем так, приглашали, уважали и так далее. Но я всегда возвращался в Украину. Скажи, что скажет мой сын, которому я скажу учись, получая это все ради Украины, куда твой отец всегда возвращался и хотел? А он посмотрит на меня и скажет, и что Украина сделала с тобой? А почему не сейчас, Михаил, почему сейчас не возвращаешься? Раз ты сам эту тему поднял. Я тебе очень просто скажу, потому что некуда. Идеологически некуда, политически. У меня нет брони. Вояка с меня, хрен пойми какой. Понимаешь, толку с меня никакого. А поскольку идеологически мои мысли, свобода мысли и так далее, оно не особо оценено и так далее, то ты прекрасно понимаешь, что тебе придут и просто расскажут. Ты либо сейчас пойдешь на, ну, больше недельки на фронте ты не проживешь в окопе, поэтому у тебя ровно неделька, значит, будет там, пока тебя не хлопнут, либо ты будешь говорить то, что тебе надо. А я извини, не из таких. И вот эти события, которые развивались в прессе, я читаю, значит, по поводу расследований, значит, когда там мобилизация используется, как давление политическое и так далее, и на журналистов и так далее. Ну что, ты думаешь, этого в Европе не видят и не знаю? Не знаю. А с другой стороны, а я что, раб какой-то или что? С какого перепугу я, человек, отдавший достаточно большой кусок жизни совместной, ну, совместной работе с Михаилом Андреевичем Сиротой и с Муси Якой, авторы нашей конституции, скажи, пожалуйста, с каких моментов я вдруг или кто-то вдруг овладел правом моей свободы перемещения? Не подскажешь? В какой статье Конституции это описано? Я номер закона могу даже назвать. Номер 10-449. Нет, там такого нет. Это постановая определенная, мой друг. Я знаю, я просто, я немножечко утрирую, я, это номер для наших зрителей, номер последнего мобилизационного комплексного кодекса нашего. Это номер законопроекта этого кодекса, да. Но, но дело в том, что порядок въезда-выезда регламентируется в постановой кабине, больше ничем. Понимаешь? И мы это с тобой знаем. То есть, некий шмыгаль решает, свободный я человек или нет, или как это назвать. То, что происходит, простите, простите, так это не большая тайна и так далее. Я поэтому считаю, я не буду мешать, я уже давно на пенсии, грубо говоря. Я удачи желаю, так сказать, молодому поколению построения свобод, демократии и так далее. Не хочу вмешиваться, не хочу никому мешать в этом всем. Ради бога, я пятым колесом в телеге не буду. Но, по мере возможностей, я готов делиться знаниями, не политикой, не влиянием на какие-то процессы, а просто пытаться либо подсказывать, либо, может быть, где-то критикой, может быть, где-то наоборот добрым словом, либо учить людей, которые не могут получить эти интегральные знания, то есть откуда берутся те или иные процессы, то есть из космоса откуда-то берутся, или там слайдовое мышление, то есть хотя бы из предыдущего слайдика посмотрите, то есть учить этим вещам, то есть реализовать себя академически, то есть так же, наверное, и ты. То есть вот политика, мне кажется, уже умерла, и наша ценность больше в академических которые могли бы послужить и власти, и оппозиции, и народу, и всем, то есть уже вне этой игры. Михаил, смотри, я хочу немножечко сначала процесс посмотреть, если не согласишься со мной, то, конечно, я жду контраргументы, смотри, если посмотреть на нашу историю, то где-то с 91-го по 94-й год, 96-й даже, нас разоружают, нас решают ядерного потенциала, нам проводят реформу, помогают проводить реформы армии, сокращая ее с миллиона до каких-то постепенных огрызков. С 94-го года по 2004-й год идет первичное разграбление страны. Руками наших коррумпированных чиновников или олигархов. Но, обращаю на это время, обращаю внимание наших зрителей, что они грабят безнаказанно. Технологии, ресурсы материальные, предприятия, инфраструктура, которая осталась после Советского Союза, что-то вывозится какими-то вагонами, что-то вывозится металлоломами или деньгами, но только один несчастный Лазаренко в это время пострадал, а всем остальным, Запад и Россия, они вместе это делают, и разоружают, и грабят, они спокойно позволяют все это вывести. Формируется класс олигархов. Потом, с 2004-го года, нас искусственно обнажаются, интенсифицируются линии внутреннего раскола, региональный, языковый, исторический, и фактически вот мы пришли к ситуации, когда страна, самая крупная в Европе, самая сильная в Европе, самая сильная ПВО, с восьмой, возможно, экономикой, с ядерным потенциалом, сегодня она низвелась до ситуации территории, но территорию все равно как-то надо организовать, здесь проживает еще достаточно большое количество людей, она играет важную роль в геополитике, поэтому, как ты думаешь, какую форму организации этой территории видят наши западные партнеры, США и ЕС, форма правления республика, монархия, президентская, парламентская, децентрализация, централизация, что ты думаешь, они все же планируют, как они видят, организация этого пространства, культурная политика, гуманитарная, военная? А какого именно пространства? Ты понимаешь, если честно сказать, то, что останется подконтрольно, по большому счету, им, по крайней мере, западу, в смысле влияние, где они смогут оказывать влияние, оно будет не таким большим, оно будет кластеризованным, поэтому это будет похоже на децентрализованную распределенную систему, которая вполне может существовать в любом наборе элементов, да, то есть пять элементов вместе, четыре элемента, первый, второй, пятый, ну, то есть, грубо говоря, как-то так, то есть, это говорить о, это, ну, говорить о сильном единстве, это не выгодно никому, кроме нас самих, то есть, интегральная, общая, соборная, как называется, Украина, она нужна, к сожалению, только нам самим, никому это не выгодно, не экономически, то есть, вот эти бодания с Евросоюзом, они по поводу наших квот, экономики, торговли и так далее, они, по-моему, лучше всего показали, что мы невыгодны, не нужны, выгодно, то есть, экономически, мы конкуренты, ну, правильно, если в семье было восемь ртовый, рождается девятый, причем, размером с три других, то, конечно, этот девятый будет, ну, грубо говоря, будет проблемным, да, а давайте мы ему кусок рта зашьем, а давайте, значит, там, желудок ему подправим, чтобы меньше жрал, там, и так далее, и так далее, ручку одну отрубим, да, там, и так далее, то есть, вот оно как может быть, почему, они говорят, это гармонизация, что такое слово гармонизация, это когда сидели там, грубо говоря, пять человек, и кушали по яблочку, а приходит нормальный, дородный крепыш, который кушает по три яблочка, то он не может, как это, гармонизировать, то есть, либо все начинают жрать по три, но они не могут силу размера, либо этот кушает по одному, а для того, чтобы он кушал по одному, надо что-то с ним сделать, чтобы он гармонизировался под остальных, понимаешь, называется гармонизация, поэтому я далек от мысли, что мы когда-либо, в том виде, как мы себе это представляем, гармонизируемся, потому что это невозможно, ну, по крайней мере, в той архитектуре, как есть. Ну, это попытка пришить наше большое тело к еще более большому, многорукому, многоногому телу Запада, где-то его вшить куда-то, хотя... Ну, скорее всего, частями, понимаешь, вот в чем дело, но так как они это хотят, мы же, мы же, мы же представляем свою страну, и мы хотим ей будущего хорошего. Так вот, тут я тебе скажу, давай поговорим уже о философских вещах. Значит, ты вспомнил историю с 91-го года, там, и так далее, и так далее. Многие люди не понимают, что разоружали нас не Будапештским меморандумом, разоружали нас Лиссабонским протоколом. Нас разоружили Лиссабонским протоколом. Разоружили, тогда Украина получила, если не ошибаюсь по этому протоколу, она получила 20 миллионов долларов. То есть, мы отдали ядерное оружие за 20 миллионов долларов. Далее, давай четко скажем, мы должны были часть вооружения, по-моему, тактическое, значит, мы должны были сразу отдать, оно было отдано еще до, а потом стратегическое, ядерное. Значит, и все это требовало от нас не Россия, напомню, а требовали США и шантажировали признанием или не признанием Украины. Это нужно четко тоже помнить. Кто помнит, а кому книжку почитать и вспомнить, узнать, как это было. На моих глазах это происходило. Нужно понимать, что резали стратегические бомбардировщики Украины, резало средства доставки, самое ценное, резало не по требованию России, а по требованию США. Что шахты мы заливали, не по требованию России. Россия в то время требовала дни, у кого ничего не могла. Она сама у себя ничего не могла попросить. Да, я же не спорю, я просто напоминаю. Нужно хорошо напомнить, что Европа, которую мы считаем западной Европой, которая тогда была в меньшем размере, а сейчас она в большем, мы берем это ядро старой Европы, она как была, так и осталась. Вы сейчас по Европе будете ездить, вы почувствуете разницу, Европа трех скоростей, или как его назвать, вы почувствуете эту разницу. Так вот старая Европа, скажи, пожалуйста, когда у Украины был такой военный и ядерный потенциал. Хорошо, сейчас многие будут смеяться, скажут, что Украина не могла им пользоваться, это не ее, у нее не было там, она не могла этим управлять, и содержать, и так далее. Все это понятно. Хорошо, ладно, уберем ядерный потенциал, да бог с ним. Военный потенциал. Ты понимаешь, что Украина, как не часть НАТО, а по определению, с таким военным потенциалом являлась угрозой. А для того, чтобы балансировать угрозу, у Европы нужно было тратить огромные проценты ВВП, на то, чтобы потенциально сбалансироваться. И тогда, под видом любви и демократии, наш потенциал из пяти превратили в один. А если тут один, то зачем тебе пять? Тогда они смогли четыре из экономики потратить на развитие там какого-то бизнеса, науки, культуры, социальной политики. Им не надо было это тратить в военную, ну, составляющую, потому что им не надо было больше содержать этот паритет. Получилось. Европейское чудо социальной политики, экономики, развития, это плод разоружения Украины. Так кто кому сколько денег, сейчас должен? Давайте мы посчитаем, если все такие бухгалтера, давайте посчитаем, сколько Франция, Германия, все остальные тратили до девяносто первого года, с девяносто первого по двухтысячный, и с двухтысячного сколько они тратили. Давайте посчитаем на вооружение. А потом разницу между тем, сколько они тратили до того, а потом сколько тратили после разоружения Украины, придем к ним и скажем, ребята, ну, только где хотя бы 10 процентов. Это триллион. Еще туда докинем как минимум 300 миллиардов долларов, вывезенных из Украины активов на Запад, которые сбогатили западную экономику. А технологии? Ты представляешь, как грабили НИИ, заводы, КБ и все остальное? А технологии? А мозги, которые позабирали? А теперь давай, ладно, вернемся к Барановичу. Вернемся к вопросу о том, какую форму управления территорией наши западные партнеры, союзники видят более привлекательной сейчас? Я скажу страшную вещь. Они видят это как диктатуру. Их это устроит. Что бы они ни говорили о демократии. Потому что диктатура это означает одна точка входа и принятие решений. Их очень устраивал Янукович. Ты будешь очень удивлен. Но тогда я еще работал в офисе уполномоченного и тогда был Янукович премьером. И разные проводили эти международные организации проводили различные мероприятия по евроинтеграции, по каким-то гармонизации европейского законодательства и всего остального. И они так были довольны Януковичем. Говорят, ни один до него так не был таким полезным для нас. Говорят, так он же исчадье русское или как его там называли. Все эти ярлыки на партию регионов. Говорят, Миша, когда мы приходили к Ющенкам и ко всем остальным это был хаос. Это была какофония. Мы не понимали с кем нужно говорить. Одни говорят да. Приходишь в парламент не голосуют. Третий ряд один наш. В общем, ничего не решалось. Как только появился у власти Янукович, если мы с ним договорились, что нужно такой закон, такой закон, такой. Если он сказал да, то этот закон будет. Понимаете? И вот я говорю, о, ну так получается да, он более эффективен. Он говорит, да, потому что диктатуры всегда более выгодны и эффективны. Как говорили всегда, это, да, это само собой. И он негодяй. Но это, как там, что он подлец? Но это наш сын собаки, да. Наш сын собаки. А, да, 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 да. Но это наш сукин сын, да. Вот. Это вот, это их это устраивает. Понимаешь? Их устраивает картинка наш сын собаки, как ты говоришь. Вот что их устраивает. И они будут к этому стремиться. Устраивает ли это Украина, упрощая им жизнь? Нет. Какая же природа Украины? Природа Украины, мне так кажется, она анархичная. Но в плане не хаоса, а в плане превалирования джерела влады, над владой. В плане желания самоорганизовываться, нежели подчиняться. Самоорганизации, свободы, свободы, свободы дышать, свободы ходить, свободы ездить, перемещаться, свободы разговаривать, свободы мыслить, свободы молиться и так далее. Свободы заниматься экономикой и свободы быть далеко от государства. Ну, то есть, оно где-то там, а мы где-то здесь. И вот давайте договорить. Помнишь, был такой, знаешь, как я его называл, постсоветский общественный договор? Это когда мы закрываем глаза на то, что вы... Ты о конституции нашей? Ну, я обранник. Конституция, это тоже общественный договор, но писаный, да? А это не писанный общественный договор постсоветский. Мы закрываем глаза на то, что вы воруете завод, до тех пор, пока вы закрываете глаза на то, что мы с этого завода украли гайки. Понимаешь? Но когда, когда закончились заводы, а вместе с ними и гайки, произошел разрыв, природный разрыв этого договора. и тогда власть вынуждена была влезть в матрацы посполитых за деньгами, а посполитые вынуждены были возненавидеть за это власть. И тогда началась вот эта вся канитель, так и не приведшая к новому общественному договору. То есть, а какую мы эту систему... Где договор между элитой, правящим и простым людям? А ведь общественный договор, ну, многие говорят, что общественный договор это некая писанная конституция, как люди между собой определились. На самом деле, нет. Исторически общественный договор и само понятие такого появилось откуда? Это договор между элитой, ну, то есть, князьями с этими спиками и чердию, ремесленниками. То есть, ремесленники обязались больше не палить замки этим товарищем, а эти товарищи обязались уважать определенные права и свободы простых граждан. Но при этом, что получает элита? Элита получает право взимать налоги, распространять налоги и монополию аппарата принуждений. Взамен народ получает права и свободы. При таком общественном договоре обязанности возлагаются на элиту, а права и свободы гарантируются народу. Как только ты подменяешь понятие общественного договора не между правящей элитой и народом, а только внутри народа, это первое, и когда ты меняешь народу одновременно и права, свободы, и обязанности, и выводишь правящую элиту из этой формулы, происходят диктатуры. Так вот, чего я бы хотел и видел Украину, я бы видел Украину с настоящим общественным договором. Между не названной, но любой правящей элитой, пожалуйста, хочешь идти туда, иди, ты получишь привилегии, три. Ты будешь распределять налоги, ты будешь их взимать, у тебя будет аппарат принуждений, но взамен ты гарантируешь права и свободы, которые неотчуждаемы, и если ты туда влез, твой замок сгорит. Вот так. Но и тогда это будет договор не внутри общества, а между обществом и элитой, где у одних права и свободы гарантируемые властью, а у власти обязанности, которые она получает взамен на привилегии. Теперь следующий момент. Как это назвать? Это республика. Это республика, где всуну джерелом влада, естественно, является народ, то есть тот, кто может в конечном итоге сжечь замок, если кто-то нарушает права и свободы, гарантированные сверху. Биль о правах и свободах. Теперь следующее. Исторически Бог послал нам Украину 91-го года в ее границах, в которых она ранее до этого не существовала. Бог послал нам Украину продукт уже советской эпохи, продукт предыдущих трех крупных империй Османской, Российской и Австро-Венгерской, Которые воевали в разных союзах между собой, иногда заключали союзы против третьих и так далее, и так далее. И получается, что исторически Украина соткана из трех вот этих вот осколков, а граждане Украины в разные исторические периоды времени на стороне разных империй вполне возможно даже воевали друг с другом за интересы этих империй. разная история. С разной историей мы пришли все вместе в семью девяносто первого года рождения нашей страны. В тех границах, в которых она родилась. Единственное, что может святоглядно вернуть нас в ту Украину, рожденную в девяносто первом году, это уважение и равноправие истории, культуры, религии, языка, чего угодно, всего этого массива социокультурного, исторического уважения этих трех кластеров. Попытка одного из кластеров натянуть сову на глобус всего порвет сову. Из-за этого многие проблемы. И линии разломов берутся из-за нарушения второго уровня общественного договора. То есть это как бы между властью и народом, а это между кластерами историческими. То есть нам трём осколкам империи нужно было договориться о том, что неважно, у вас может быть всего 100 человек, у вас может быть миллион, у вас может быть 200 тысяч. И географически разные, но тем не менее мы равны. Что 100 человек, что миллион. И уважение, прав и свобод каждого, но не в кластерах, потому что это может привести к федерализации, конфедерализации, или даже распаду, не в кластерах своих. То есть ты, грубо говоря, себе, значит, там на западной у тебя там Бандера пусть будет, у тебя там на востоке пусть там Жуков будет, а у вас там значит на юге пусть будет, я не знаю, какой-нибудь герой крымско-татарский, да, пусть будет так. Вот, или там Екатерина там, или кто-то ещё, понимаешь, не получится, это приведёт к федерализации. Уважение нужно строить, поле, то есть, грубо говоря, если западный кластер, ну, грубо говоря, говорит, что у нас наш герой Бандера, то уважение к этому герою должно распространяться на два других кластера. Если этот, говорит, мой герой там, Жуков, то уважение к этому кластеру должно распространяться на все остальные. Да, нельзя заставить ставить там памятники одних на территории других, или там, ну, не на территории, а в сообщество. Это понятно. Или там диктовать, какие улицы, как назвать, и какие книги читать, и так далее, и так далее. Но уважение должно быть, ну, оно сквозным должно быть. Вот тогда, ну, тогда мы сможем это выставить. Далее. Нужно чётко понимать, что Украина секулярное государство, светское, где власть отделена от религиозных вещей, не имеет права государство вмешиваться в любую религиозную политику, а тем более участвовать в религиозных войнах. Это следующее. Языковая политика. Язык, да, он формирует культуру, он формирует, ну, даже, я не могу сказать генетически, да, но способ мышления. То есть, вот, когда ты говоришь на английском, ты и мыслишь по-другому, когда ты говоришь по-словацки, ты и мыслишь по-другому, когда ты говоришь на польском, ты и мыслишь по-другому, украинский, русский и так далее, это разное. Но, если мы исторически так созданы, и нам Бог послал возможность владеть и польским, и венгерским, и словацким, и русским, и украинским, то почему бы нам не следовать примеру Великой Римской империи, когда Римская империя экспонсировала, принимая чужие религии как свои, принимая чужие языки и культуры как свои, увеличиваясь и сбогачиваясь этим. И только не стычковись и хуторянство, как я это называю, они страдали ксенофобией. То есть неприятием чего-то нового. Появление чего-то нового означало размытие вот этого маленького хуторского. Поэтому садок вишневый, чтобы тут чужие не ходили, городских заберите. Мы будем плекать наше маленькое счастье. Так не строится государство. Так строится хутор. А государство это поле культуры. Это большое. Это и языки, и религии, и песни, и культуры. Все, что хочешь. Это огромный массив, где ты не боишься, когда ты не страдаешь ксенофобией. Ты не утратишь своего, получив, ну или набравшись чужого. И свого нацурайтесь, и чужого навчайтесь. Ничего же не надо, это же не открытие Америки. И следующее, то, что я почерпнул в Канаде, когда никто не имеет права другого учить родину любить. Никто не имеет. То есть, если, ну, представь себе, что мы вот сейчас разговариваем, а кто-то придет где-то в коментах и почнет. А чого они не украинской мовы? А то там все запроданцы забрали. То они с канадской диаспорой громадяне Канады тебе об этом и напишут? Нет, я знаком с канадской диаспорой. Ты не путай канадскую диаспору этой волны и предыдущей. Я говорю о предыдущей волне, которая после Второй мировой войны, они напишут, тебе это и напишут. Так вот, в Канаде бы мне этого не написали, потому что я тут же беру это все, где они это написали, иду в полицию. На этом для них заканчивается счастливая жизнь. Следующие три года они будут платить мне за моральный ущерб под 5000 долларов канадских. Или три. В зависимости от юристов. Да, Михаил, ты начал разговор о семье, о фамилии. Как ты думаешь, это последний вопрос с этого блока, как ты думаешь, наши западные союзники, Европейский союз и США готовы нас сделать хотя бы родственником, хоть бедным, далеким родственником в этой фамилии? Станем мы членом ЕС и НАТО? в их картине мира? Или нет? Нет. Нет. Членом НАТО мы не станем по геополитическим мотивам. Ну, я думаю, вот тебе мне будет это проще сказать, ты мне это поймешь. Давай мы исторически вернемся. НАТО это по большому счету база США по всему миру. Ну, то есть, НАТО это в Европе, а УКУС это в азиатском регионе. Есть там еще другие, отдельные, двусторонние, на Ближнем Востоке с Израилем там и так далее. То есть, есть гегемон США и его базы. Россия создала УДКБ, это по сути варшавский блок сжатый до пределов И это ее базы? Это ее базы, да. В том числе ПВО. Так называемая интегрированная система ПВО, которую они сделали. Ну, Армения, Таджикистан, Беларусь, это ее базы. Да, да. И развлечены войска России. В том числе и ядерные, понимаешь, теперь уже. Да, да, да. Вот. То есть, мы понимаем, что это две цитадели, два блока. А образовались они исторически после развала Советского Союза. Теперь смотри, мой друг, а кто был учредителем Советского Союза? Учредителем Советского Союза была Украина. В том числе и Беларусь. А кто был оккупированной частью Советского Союза? Прибалтийские республики. Когда распался Советский Союз, оккупированные Прибалтийские республики обрели свободу от оккупации и могли геополитически стать частью НАТО. Страны Варшавского блока не имели никаких обязательств и они могли стать частью НАТО. Украина и Беларусь и другие постсоветские республики учреждения, которые учреждали Советский Союз, геополитически с точки зрения правоприемственности там России, там СССР, России и далее ОДКБ, не может Украина стать частью НАТО, потому что это вызовет третью мировую войну. Это знают и в России, и в США. И НАТО, НАТО, это всего лишь еще раз скажу, это всего лишь один из суб геополитических блоков США размещения их армии оружия. Больше ничего. И США не пойдут на третью мировую из-за этого. Но не хотят люди этого понимать почему-то. Касательно Евросоюза, я уже говорил об этом, когда наши отцы-основатели принимали Конституцию Украины, они так бежали от Москвы, от Советского Союза, что они хотели навсегда зацементировать любую возможность, чтобы Украину куда-то втянули в какое-то еще СССР-2. И они приняли такие статьи Конституции, которые запрещают внесение изменений в Конституцию, которые лишают ее независимости. Независимость понятие абсолютное. А для того, чтобы вступить в Евросоюз, тебе необходимо внести такие изменения в Конституцию, которые признают примат европейского законодательства над национального, над твоим национальным, что автоматически означает утрату независимости. И тут ты вступаешь в контрадикцию, ты не можешь вступить. Просто ЦВК по-своему практикует Конституцию. В таком случае о чем мы с тобой говорим? Нельзя по-своему трактовать Конституцию. А Европа готова брать Украину? Нет. Никак. Они готовы ее взять частями. Они готовы ее взять частями и то не в Европейский Союз, а территорий кластер, то есть кластеры. То есть есть кластер А, кластер Б, кластер С, за которые будет отвечать та или иная страна, которая будет получать от Европейского Союза деньги на шефство или развитие этого кластера и так далее. Они не видят, они не могут переварить Украину целиком, никак. Даже с институциональной точки зрения. Сколько депутатов в Европарламенте? Какая квота? Сколько граждан Украины? Какая будет квота там? Какого размера получится Европарламент в таком случае? Будем ли мы конкурирующей фирмой в Европарламенте по отношению к другим государствам, которые сегодня есть определенный сложившийся баланс сил? Именно поэтому Евросоюз говорит о реформе Евросоюза. Они хотят отменить принцип консенсуса, это вообще нарежный камень. Они хотят устроить Европу трех скоростей, о которой 15 лет говорили. То есть то, куда мы можем потенциально вступить, уже не будет тем Евросоюзом, который существует сегодня, когда мы хотим в него вступить. Понимаешь? Понимаю. Михаил, смотри, какой Украину видит Россия? Вопрос на самом деле очень непростой, потому что мы живем в такой, знаешь, идеологемии, они хотят нас захватить, они хотят нас уничтожить. Немножечко упрощенный мир. Они, возможно, и хотят, но все же немножечко упрощенный мир, если мы посмотрим на то, что Россия делала. Вот эти игры вокруг Минских соглашений, так называемых ЛДНР, игры вокруг Стамбула, нынешние разговоры о Новороссии, то есть разные модели звучат, даже сейчас от Москвы звучат разные модели, за последних лет 10, наверное, три разных Украины в Москве рисовали, а еще за предыдущих 20 лет, наверное, еще 33 разных модели Украины рисовали. Какой Москва видит Украину? Ну, Москва мы имеем в виду евразийский блок, который сейчас формируется, потому что, говоря Москва, мы имеем в виду и Китай, и многие страны-партнеры России, Беларусь, какой они видят Украину? Что они хотят построить тут на нашей территории вместо нас, за нас, если у них получится? Давай я скажу уже вещи не теоретизирую. Говорить о том, какой нас видела Россия ранее, какие были концепции и так далее, это уже бесполезно. То, как видит Россия нас сейчас, к сожалению, это уже мейнстрим на следующие лет 300, наверное, и это вряд ли изменится. Россия уверена в том, что любая субъектность Украины, это означает потенциальный враг России. Или нож в спину. Какие бы пророссийские, российские или какие-либо другие здесь правители не были, это потенциальная угроза. Поэтому никогда с потенциальной угрозой не будут выстраиваться гармоничные отношения. Это первое. Соответственно, воспринимая нас как потенциальная угроза, а исторически они доказали себе это через опыт, как они это видят, когда, мол, Сталин присоединил Западную Украину, присоединил к Украине таким образом к СССР, и вроде как и мосты строил, и образование давал, и так далее, репрессиями занимался, конечно же, но давал и школу, и образование, и экономику, и все, и все, и все, и к чему это привело, а не к чему. То есть это закончилось негативным отношением к России поэтому. Поэтому они больше говорят, что мы на это не пойдем, они воспринимают это как ошибку Сталина, считают, что нужно эти территории отстегнуть обратно, откуда пришли, вот, а остальное не позволить Украине оставаться субъектной, то есть превратить ее в дистанцию. Значит, их интересует теперь только безопасностный фактор. Экономический фактор Украины их уже не интересует. Ни логистический, ни как-либо иначе. Удары, которые они начали наносить по газовым хранилищам, это удары по Европе по сути, потому что они по сути европейские, то есть они уже давно нам не принадлежат после корпоразитации. Так вот, если они начали наносить удары по газовым хранилищам, это говорит о том, что они уже не видят ни транзитный потенциал, ни ресурсы, ни какой-либо еще экономический. Когда они начали наносить удары по генерации, нужно понять, что это удары, которые даже в самом лучшем случае восстанавливаются годами. Годами. И это очень дорогая штука. И скорее всего они добьют до полного блэкаута. То есть по сути идет стирание страны. Поэтому когда ты спрашиваешь, каким проектом они бы видели, никаким. Они видели бы проектом раздела, где они физически превращают все, что до Днепра превращают в территорию, которая физически контролируется ими военным образом на основании каких-то компрадорских администраций, самоуправлений. А все, что на Западе, это пожалуйста забирайте, разбирайтесь там. Запад пусть сам восстанавливает, разбирается. Пусть это будет как правонаступник значит там и так далее. То есть русские видят нас разделенными на оккупированную территорию, подчеркиваю, лишенную выхода к морю и таким образом лично обеспечивая военным присутствием, лично обеспечивая гарантию того, что Украина больше никогда не будет представлять угрозы России. Вот и все, как они видят. И какие бы переговоры и с кем бы они не вели, единственные переговоры с кем и о чем они могут вести, это США либо НАТО напрямую, и эти переговоры в их понимании о разделе Украины. Никаких переговоров, в которых существует единая и субъектная Украина русских не устроит. И разговоры о том, что их интересует, чтобы мы не были в НАТО, чтобы был какой-то лояльный режим политический или что-то еще, это ложь. Ложь. Они избрали стратегию, которая будет доминировать в ближайших несколько сот лет, стратегия полного уничтожения Украины как возможной субъектной угрозы существования России. Но они же были готовы подписать Стамбул. Там по Стамбулу Украина существовала и независимая Украина. Тогда еще да, они были готовы в Стамбуле это сделать. Потому что Стамбул они подписывали, будучи пораженными, скажем так. То есть они влетели в Украину и думали, что здесь их кто-то ждет. Они начали искать Бендеру, начали искать почему-то в разрушенном имя Харькове, атакованном имя Харькове, русскоязычном, лояльном, православном. Начали искать его там, в Сумах почему-то начали искать, понимаешь. В Киеве начали искать Бендеру почему-то, причем буряты его искали. Но это не вышло. И тогда они были, ну скажем так, ну скажем так, осрамлены несколько, потому что не получилось то, что они хотели. Кто-то говорит Блицкриг, и мол, неправда про Блицкриг. Правда, Блицкриг это что-то вообще длиной в полгода может быть. То есть, почитайте определение Блицкриг. И тогда они были готовы еще о чем-то говорить. Они тогда были готовы на формулу, как была Германия, 2 плюс 4, то есть ФРГ и ГДР, но образно говоря, где Левобережная Украина выступает в форме такого себе ГДР, где не имеет права размещаться вооружение, вводятся ограничения на вооружение, на армию и так далее, что бы не представляло это угрозу военной России, где Крым выносится за скобки вообще формулы, где оккупированные территории объявляются потом по формуле Штейнмайера некие референдумы и так далее, русские были готовы уйти с ряда территорий, ну хотя бы на словах, а взамен Украина обязалась бы быть под гарантией закрепленной, я так понимаю, где-то на уровне ООН или каких-то договоров прямо с НАТО, быть вне блоковым государством по принципу Австрии. Но это было разбито. Чашку не склеишь. Смысл говорить в сослагательном историческом наклонении, больше этого нет. То есть на сегодняшний день, я анализируя все заявления, которые идут от России, я абсолютно убежден в том, что они встали на эти рельсы полной лишения субъектности, суверенитета и субъектности, превращение востока Украины в территорию физически военным образом подконтрольную им, с возможным самоуправлением подконтрольным им и отстегиванием Запада, при этом отдельно за скобки выносится причерноморский регион, за который они готовы пободаться с Францией и Британией, которые возродили новую Антанту, именно осознавая такое развитие событий. И то, что они устраивают с блэкаутами и будущим я так понимаю блэкаутом, и то, что они пойдут на пролом после него, это не составляет какой-либо тайны. И то, что перенесли конференцию, понимаешь, и тут я уже в нескольких катерах говорил и скажу у тебя, это важная вещь. Дело в том, что слово конференция, которое мы вкладываем, ну, саммит мира или там Швейцария говорит конференция, мы вкладываем в это понятие один смысл, а русские в то же слово вкладывают в другое. А на Западе третий, Макс, а на Западе третий, вспомни, как назывались переговоры после Первой и Второй мировых войн. Да, 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 вот. А на Западе третий. Да, но смотри, смотри, мой друг, чтобы не вышло так, что мы своими руками созвали и организовали то, что по итогу, ну, как это, сами вырыли яму. Мы-то хотим провести конференцию, создать коалицию тех, кто вместе с нами пойдет бить, ну, грубо говоря, там, давить на русских, чтобы они ушли. А русские могут вместе с этим всем видеть, что к тому моменту изменится очень сильная ситуация, и они видят в этом Ялту-2, совмещенную с Потсдамом-2, то есть новые границы и новый передел мира, понимаешь? Когда говорим переговоры, мы-то понимаем, что переговоры между кем и кем, мы вместе с Западом и русские, там, допустим, с Китаем и Ираном, но говорят, русские мы, а русские-то они не видят так, они не видят субъектность Украины, они не воспринимают Украину как субъект, они не воспринимают власть Украины как представители субъектной страны. И, более того, они сказали, после 20 мая они вообще воспринимают власть как легитимы. То есть, наивно полагать, что русские, говоря о переговорах или о Стамбуле опять они заговорили, говорят о разговоре с Украиной. Нет. Они говорят о переговорах с НАТО и с США, с Западной Европой, с Германией, с Францией, с Британией, но они не говорят о переговорах с Украиной, они говорят о переговорах о разделе Украины, с теми, с кем они хотели бы ее поделить. Из-за того, что мы по-разному понимаем одни и те же слова и когда вы ходите в плага, не приведи Господи такие переговоры, потому что это переговоры о разделе Украины. А другие говорят, Михаил, это же переговоры о мире. Слушайте, и то, и то называется переговорами, но вы понимаете под словом переговоры понимаете переговоры в рамках Украины, РФ, а я вам говорю, это невозможно. Если вы говорите слово переговоры, то понимаете, это переговоры между РФ и равными ей о том, как они будут поступать с Украиной, но без Украины. И когда мы говорим о конференции, то мы вкладываем понятие создания коалиции проукраинской, которая давила бы на русских, а они вкладывают понятие конференции. Разговоры о стратегическом сдерживании США и разговор про ДОВСЕ-2 в Европе с равными им. Ценой раздела Украины. Не приведи Господи к таким конференциям. Понимаешь? Одни и те же слова. Смыслы разные. Теперь перейдем к самому сложному. Какой Украина должна быть Украина Михаила Чаплыги и других мыслящих людей? Но структурно давай поговорим. Я тебе помогу, потому что слишком обзорный вопрос. Какое геополитическое место должно быть Украины? Давай по частям разберем этого слона. Мост. Какой режим? Мост, не знаю, крепость, банк, мастерские, сырьевая зона. Вот какое наше геополитическое место в этом организме? Геоэкономическое место. Смотри, сырьевой зоной мы быть не можем. Почему? Сырье бывает такое. Над землей и под землей. Над землей это аграрная а-ля супердержава. Под землей это недра. Вершки и корешки. Я понимаю. Вершки и корешки. Оказалось, наши вершки никому не нужны это конкуренция, потому что мы подрываем основу Евросоюза, который по сути в основе лежит фермерство и мы этим подрываем. А глобально мы подрываем глобальную торговлю. У нас очень много конкурентов, в том числе и Канада, в том числе и Латинская Америка, Африка, будьте уверены, Азия и так далее. То, что корешки, ты понимаешь в чем дело. А сколько стоит добыча этих корешков? Раз. Сколько стоит инвестиция во вложении, в то, чтобы они каким-то образом перебрабатывались, подготавливались. Это два. А потом логистика доставки. Это мифы ходят о том, что мы, значит, ну просто наши недра это самые золотые недра. Они золотые, конечно, по итогу, когда доходят до разработки и продажи. Поэтому не в этом наша ценность. Да и исчерпаемо это все. В том числе и першки исчерпаемо, потому что меняется климат. Украина находится в зоне рискованного земледелия. И еще неизвестно от каких засух и так далее и опустынивания будем мы страдать. И более того, мы водно-бедны. Нам нужно будет решать вопросы воды в том числе. Теперь смотри. Когда ты меня спросил, какую ты видишь картинку, вот я бы образно, визуально сделал картинку, знаешь, этот мост Риальто в Венеции. Это и мост, и банк, и торговля. На мосту. Понимаешь? Я всегда говорил, что... Что-то у меня в голове, знаешь, возникла картинка вот этот сад божественных наслаждений или как там. Но мы, к сожалению, в эфире не сможем поставить, потому что мы еще Ютуб забанят. Не будем. Давайте лучше мост Риальто поставим. Окей. Торговля. И два битвика соединяет. И логистические, да, и торговые. То есть и деньги, и логистика. Как я говорил, в основе безопасности Украины должна лежать не оружие. Оружие можно уничтожить или оно достанется не тому. В основе должна лежать даже не военная какая-то доктрина или машина. В основе безопасности Украины должна лежать взаимная заинтересованность. Знаешь, как было там «Это зайчик», в КВН было «Заинтересуй зайчика». Нужно заинтересовать зайчика. То есть когда мы говорили о газотранспортной системе, гарантией безопасности Украины могла стать эта система при условии, если бы мы создали консорциум. Где? И вообще любой бизнеса глобальный, который мы могли бы делать и по недрам, и по аграрной, и по торговле, и по логистике, и по энергогенерации, и так далее, и так далее, в любом бизнесе всегда должно быть 30% принадлежать западной цитадели, 30% принадлежать восточной цитадели, 30% должно принадлежать Украине, 40%, все равны, а 10%, а 10% должно принадлежать, я так и называю, это управляющему персоналу, который набирается и со стороны тех, 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 но и других. То есть есть управляющая верхушка, то есть мы должны учитывать интересы транснационалов. Нравится это кому-то или нет. Можно, конечно, объявить себя революционером, сказать, мы тут против транснациональной корпорации и так далее. Нравится нам или нет, но мир глобален и транснациональные корпорации являются квази-государственными или даже супер-государственными структурами. Поэтому хочешь или нет, для баланса тебе всегда нужно 10%, как это, знаешь, отдать дань. И дань это должна отдаваться транснационалам, которые бы обеспечивали функционирование этого сложного механизма. И когда этот принцип 30-30-10 ты будешь реализовывать в каждой сфере глобально, ты будешь четко гарантирован тем, что нет никакого смысла восточной или северной башни атаковать западную башню или западную башню атаковать северную на твоей территории. Невыгодно. Нет смысла. Зачем? Она и так твоя. На 30%. Михаил, но похожая модель у нас наклевывалась, была, когда одновременно у нас был и западный, и восточный капитал в стране во времена Кучмы до Ющенко, до Януковича, она же сломалась, эта модель. Или нет? Кто-то ее сломал. Да, эта модель была и она была вполне успешной. Она была очень успешной, я бы даже так сказал. Это были годы расцвета Украины. Вернитесь, исторически. Конечно, тогда мы проклинали это все, жизнь всегда тяжела и так далее. Но знаешь, как говорят, когда-то, вынимая маску из кармана, вы нежно улыбнетесь, поправляя противогаз на лице. Понимаешь? Вот. Ну, вспоминаете добрые времена. Когда можно было носить только маску. Да, типа того. Понимаешь? Вот то же самое касается и нашего ретроспективы, когда ты воспринимаешь тот момент и когда ты воспринимаешь с будущего, грубо говоря. Так вот, я тебе скажу, что это были годы расцвета Украины, и нам не нужно изобретать велосипед. И именно так работают серьезные страны. И Китай, он же пустил себе в экономику и Америку, и Британию, и Россию. И сам входит. Ну, то есть, это нормально, это переплетение, это лучшая формула, которая может быть. Но всегда появится, ну, как я скажу, всегда есть, но всегда будет борьба. Как защищать эту модель? Как защищать эту модель? От попыток слома? Эту модель можно защитить только путем установления национальной правящей управленческой элиты. Эту модель защитить можно только установлением суверенитета в области образования. Потому что суверенитет бывает разный, образовательный, культурный, экономический, безопасный, и так далее, и так далее. Нам необходимо каждую компоненту суверенитета Украины заново выстраивать. Нам необходим дипломатический суверенитет, а не то, что мы имеем сейчас. Нам необходим образовательный суверенитет, а не то, что мы имеем сейчас. Не может любое государство, НГО, фонд, или кто бы другой диктовать условия того, что будут, чему и как будут учить наших детей. Это должен быть государственный суверенитет. Там не может быть общественных каких-то деятелей, активистов. Там не может быть потусторонних влияний, понимаешь? Это святая святых. Должен быть государственный управленческий суверенитет. Не может существовать система государственной службы, министерства и так далее, если внутри этого министерства существует некий директорат. Не может. Даже теоретически не может. А они есть директорат. Когда существуют некие офисы реформ, когда для того, чтобы на госслужбу попасть, не нужно высшее образование. Поэтому вот это было бы теми гарантирующими штырями, которые бы удержали эту модель. То есть образование суверенитет государства, критическое мышление, как способ борьбы с фейками и всякой фигни. Не министерство правды, а критическое мышление, как способ борьбы с ложью. То есть университетское образование. И суверенитет госуправления, госаппарата, где не может, это святая святых, туда не может попасть ни иностранец, ни иностранное влияние, ни что-либо еще. Да, потом мы перейдем к сектору безопасности, там, спецслужб, там, и так далее, и так далее, где тоже никого иностранного влияния быть не может. Ни американского, ни британского, ни русского, ни турецкого, никакого-либо другого. Мы же тоже должны это понимать. И это очень сложные, серьезные процессы, но если ты меня спросишь, насколько это реально, тебе скажут, да, но это... Простые процессы, это... Простыми процессами вымощена дорога к национальной катастрофе. Абсолютно верно. Все, все... Все процессы, которые принесет прибыль, они сложны. Конечно. Это очень сложные и длинные процессы, но тут необходимо, знаешь, некое... Я даже не знаю, как это назвать. Необходим некий народный консенсус, который приходит, знаешь, как к конце собрания. Если тебе нужно протянуть какое-то решение на собрании, сложно, то тебе нужно это собрание домучить с 8 утра до 6 вечера, чтобы ближе к 6 вечера народ уже был готов идти за тобой, голосовать по любым вопросам. Понимаешь? Вот. Очевидно это нужно... Да. То есть, очевидно это должно пройти через вот такую вот усталость и катарсис. По-другому это не будет. Но необходим некий консенсус, потому что периоды восстановления от точки начала до первых реальных плодов, которые, ну, затвердевание этого цемента, фундамента, это, ну, около 10-15 лет минимум. То есть, должна быть несменяемая политика 10-15 лет. А для этого необходим некий национальный консенсус, который бы не зависел от того, сегодня там пришли либералы, все, мы, короче, бежим в США. Потом раз пришли консерваторы, да не, мы давайте будем бежать в ЕС. В том, тебе, да слушайте, что-то мы так набегались, давайте в Турцию пойдем там, а давайте еще куда-то. То есть, это не может такого быть. То есть, должен быть единый, постоянный курс. Но для этого, для этого, знаешь, как вот, может быть, меня не поймут, но только усталость и после страданий приводит к пониманию того, что больше ты уже в том возрасте и пережив такое, когда ты уже понимаешь, что перепрыгнуть как когда-то Москва слезам не верит. Для того, чтобы стать женой генерала, тебе нужно выйти за лейтенанта. А если ты будешь всю жизнь бегать в поисках генерала, то никогда ты с ним жить не будешь и останешься одна. И вот только, только в период вот такой вот, знаешь, уже философского осознания ты поймешь, что пусть поздно, но процессы рождения страны, нации, государства, они не бывают короткими, они не наполнены чудесами. Это они длиной в 10-15 лет. Хорошо, Михаил, место для нашего украинского дома мы выбрали вот на этом шаре земном. Теперь давай построим, попытаемся заложить фундамент, строить стены. Форма территориального устройства, унитарное государство, федеративное, конфедеративное. Ну, конфедерация, я думаю, ничем хорошим для страны бы не закончилась, поскольку это хаос управленческий. Ну, я вижу, как оно у других устроено, это реально управленческий хаос. А касательно федеративное или унитарное, честно, я не вижу никакой разницы. Это просто каждая форма, есть плюсы и минусы у того, и плюсы и минусы у того. Честно, особой проблемы не вижу. Если нормально работает разделение, конституционное разделение на центральное и местное самоуправление, где уважается местное самоуправление, как это прописано в конституции, то есть есть определенная децентрализация, то тогда и не будет особой разницы между федеративным или унитарным устройством. То есть это просто будут особенности и не более того. То есть я бы сказал, что могут лежать в основе Украины будущие и унитарные, и федеративные принципы, но которые мне не нравятся, это конфедеративные только по причине того, что это рождает либо очень сложную управленческую систему, либо управленческий хаос. Какие полномочия на местный уровень центрального ты бы передал, которых у нас сейчас нет? Которых нет на местном уровне? На местном уровне должны быть все полномочия, которые они могут физически оплатить. Значит, принцип Канады, где у них есть принцип даунлодинг, то есть они вот даунлод что-то передают центрально на нижний уровень. Дело, что на нижнем уровне на местном самоуправлении могут быть только те функции, которые им государство может помочь оплатить. То есть если мы передаем на местный уровень медицину, то государство вместе с этой медициной передает достаточные финансы для того, чтобы местный уровень мог этим управлять. Если передает образование, то передает финансы. Если финансы не передаются, образование не может передаваться на местный уровень. И медицина тоже. То есть вот это первое. Второе. Нужно четко понимать, как анархисти, что функции, которые должно выполнять центральное государство на центральном уровне, это ключевые функции, это международная политика, это то, что не может делаться на местном уровне, это оборона, то, что не может делаться на местном уровне, это суды, то, что не может делаться на местном уровне, система прокуратуры, то есть репрессивный аппарат, аппарат принуждения. Ну, наверное, ну и законодательная функция, то есть центральная, хотя на местном уровне ты тоже можешь принимать те или иные местные законы. Куда не может вмешиваться местный уровень? Местный уровень не может вмешиваться в образовательную политику, то есть говорить, чему учить, а чему не учить. Это очень важно. А центральный уровень не имеет права вмешиваться, рассказывать им, как им называть улицы, какие книги читать и так далее, какие памятники где ставить. Но при этом нужно четко понимать, что местный уровень не имеет права обращаться к парламентам других государств, давать политические оценки, призывать министров других государств к чему-то, а должен заниматься канализацией, как я это называю. Потому что если местный совет вместо прочистки канализации занимается обращением к министрам иностранных дел или ООН, или дает какие-то международные оценки, это значит, что либо с канализацией все хорошо, либо ее нет. Форма государственного правления, Михаил, ты уже сказал, что республика, но республики бывают разные. Парламентская, чистая парламентская. Две палаты одна? Скажу так, если мы хотим сшить страну воедино, то две. Мне скажут, что две палаты, это чистое, ну то есть две палаты, они присущи федерации. Не всегда. Ну вот, я хотел ответить, что не всегда двухпалатный парламент не всегда означает федеративное устройство. Например, Польша не является федеративной, но у нее две палаты. Хотя это исторически, да, у них так сложилось. Есть и другие примеры. Я бы Украину сделал двухпалатный, но представительство в, балансировал представительство в верхней палате не от региона, ну там, грубо говоря, областей, а от кластеров. То есть кластер, грубо говоря, восточный, кластер западный, кластер южный, да, то есть вот из трех вот этих кластеров. Это, ну, не самая простая система, но можно было бы о ней подумать. В нижней палате я бы оставил столько же депутатов, сколько и было, потому что у нас и так норма представительства. Ну, во-первых, у нас не было переписи, мы не знаем, какая у нас реально норма представительства депутата. Но я вам скажу, что 450 депутатов, даже когда общее число граждан в районе 30 миллионов, 25-30 миллионов, это не так много. Поэтому вопрос же не в количестве депутатов. Совершенно, ну, то есть мы пытаемся, как это, количеством говорить о качестве. Это не право, это разные показатели. Вот, оставил бы 450 как есть, ну хорошо, ну пусть бы было, может быть, там, допустим, 400. Но нужно говорить о норме представительства, а не о числе, о абсолютных цифрах депутатов. Да, двухпалатный, да, я бы делал его от Квастеров, да, это должна быть парламентская республика, да, где, по сути, исполнительная власть не двухголовый ЗМИ, как у нас сегодня, а одноголовый, то есть премьер-министр. То есть, оставил бы я при этом пост президента, да, оставил бы, при этом я бы не согласился передать выборы президента в парламент, а оставил бы выборы всенародные, но при этом функция президента была бы, ну, в той модели, которую я вижу, была бы сведена к исполнению международной функции, то есть представительского государства. То есть функция такого, грубо говоря, морального авторитета нации, да, то есть вот, и международного представительства, мне более того, я бы забрал все исполнительные функции у президента и передал их полностью, либо, ну, исполнительный кабинет у министров, а несвойственные, которые там, назначения каких-то там и так далее, я бы передал в парламент, пусть бы этим занимался Нижняя и Верхняя Палаты. Михаил Деньги, да, Деньги, кто должен перераспределять ключевые экономические активы у общества? Трасс национальной компании, большой национальный бизнес, государство, потребление среднего класса. Как ты видишь модель баланса денежного внутри общества? Смотри. Мы финанс, не только, мы говорим деньги в широком понимании, мы говорим об экономических ресурсах. Ну, среднего класса сперва его надо вырастить. Реально средний класс, именно как понятие класс, не прослойка, средняя прослойка может и есть. А средний класс – это годы, это десятки лет на то, чтобы его вырастить. Поэтому сейчас средний класс никак не может быть актором или игроком. Я думаю, что деньги должны формировать вертикально ориентированные национальные корпорации. Я уже понимаю, что мы не можем откатить эту реформу корпоразитации, но в таком случае формирование этих наглядовых рад должно и форма собственности, должно, точнее, участие в собственности должно быть государственным. Где вместо представителей каких-то международных неназванных структур или отдельных персон должно быть четкое квотирование, должно быть представлено принципы трипартизма. То есть государство, нанятый работник и работодатель. То есть должно быть представлено и профсоюзные организации, допустим, 30% в управлении, должно быть представлено государство, допустим, 30% в управлении. Должны быть представлены инвестора, 30% управлений, ну и 10% это назовем так фонд госимущества, который бы этим всем управлял, ну по крайней мере, скажем так, владел, то есть какая-то доля, золотая акция. При этом, да, никакой транснационал или никакая там неукраинская контрольного пакета у внешних быть не должно. Поэтому источником денег, то есть откуда бы они брались, они бы брались из вот этих национальных. Я даже больше того скажу, в основе государства сейчас я бы делал фонд народного благосостояния, который существует в некоторых странах Северной Европы, который подменяет собой, по сути, и пенсионный фонд. То есть мы же понимаем, что если работающих у нас будет в десятки раз меньше, чем неспособных к труду производственному, ну или там с инвалидностью, или пенсионеров, или там социально незащищенных и так далее, то нужно нечто, что компенсировало бы это. То есть пенсионный фонд должен получать прибыль. То есть не только от страховых отчислений, которые никогда ничего не покроют, не только от государства до 15, но и прибыль. А прибыль может приносить только то, что всегда растет в цене, то есть земля. Земля не может быть частной собственностью, не может, простите, она может быть в долгосрочной аренде, ты можешь ею владеть, но собственником по конечному итогу должно быть государство. Земля – это тот товар, который нельзя произвести еще дополнительно. Поэтому это должно быть в собственности вот этого фонда народного благосостояния, где каждый мог бы иметь неотчуждаемую долю и каждый год решать, либо вынуть эту прибыль себе и потратить, либо оставить ее и пусть она процентами приносит в следующем году больше, тем самым инвестируя в государство. И уровень доверия государству и его политике определялся бы не выборами процентами, а определялся бы количеством людей, которые доверили свои деньги оставить на еще один год там, инвестировав в развитие государства. Из этого фонда, конечно, можно было бы говорить и о недрах, потому что недра – это не то, что мы создали. Недра – это то, что досталось нам и то, что мы должны передать будущим поколениям. Равно как и земля – это не то, что создали мы. Это то, что мы должны передать будущим поколениям. забирая это, мы забираем у будущих поколений, поэтому мы должны, ну тут только государство может с этим управиться, я бы энергогенерацию, здесь несколько вещей, которые я не видел бы в частной собственности водоотвод, водопостучание и энергогенерация там где могут быть инвестиции, но инвестиции, а не частная собственность полностью друзья, сегодня у меня в гостях был политический эксперт, мыслитель философ, свободный и искренний человек Михаил Чаплыга, спасибо большое что смотрели нас, подписывайтесь на канал, если вам понравилось подписывайтесь на канал Михаила Чаплыги, который мы дадим в описании, Михаил, еще раз спасибо спасибо тебе за приглашение до свидания спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»